Привет! С вами Догмама Аня и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. Как вы знаете, мы питаемся натуралкой. И сегодня я хочу поделиться с вами 10 принципами натурального питания для собаки. Кстати, если вы решили перевести свою собаку на натуральное питание, или вы уже кушаете натуральную еду, обязательно посмотрите наш ролик, где мы готовим натуральные рецепты от компании Natural Food for Dogs. Ссылки на их сайт, а также на ролик я оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, поехали! Нельзя смешивать натуральное питание и сухой корм. Переход сухого корма на натуралку производится постепенно от 1 до 2 недель в зависимости от состояния организма вашей собаки. Натуральный корм дается отдельно от сухого корма. Натуральные продукты увеличиваются в рационе небольшими порциями, постепенно доводя их количество с 15-25% с первого дня и 100% всей пищи и до окончательного перехода. Во время перевода на натуралку обязательно следите за состоянием собаки и за ее стулом. А переходим и снимем отдельное видео. Изучите список всех вредных продуктов для собак. Копчености, колбасы, сладости, конфеты, сдобы, шоколад, жирная свинина, любые испорченные продукты питания или еда с вашего стола, в которой есть соль, приправы и так далее. Рацион натурального питания должен быть подобран максимально правильно под вашу породу, уровень физической активности, возраст, размеры и так далее. Иначе у собаки могут начаться проблемы со здоровьем. Для этого нужно тщательно изучить потребности именно своей собаки в основных питательных и минеральных веществах и витаминах. И только на основе этих данных составлять рацион. Ведь то количество, которое нужно моим пятилетним Чихуа Софии и Эйвену, очень сильно отличается от того, что нужно кушать молодому щенку Синбернара, который целыми днями гуляет на улице. При расчете рациона для любого вида животных обязательно учитываются его физиологические особенности пищеварения. Белок для здорового рациона собаки – это, несомненно, самый важный компонент. Нельзя кормить собаку едой, в которой нет мяса. Это должен быть основополагающий компонент. Вы же не станете кормить козу мясом, а собаку сеном. Соблюдение режима кормления предупреждает развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, а для животных, уже имеющих такие заболевания, это вообще обязательный пункт. Взрослых собак желательно кормить два раза – утром и вечером. Щенков больных и старых собак кормят чаще. В отличие от сухих кормов, лучше не кормить собаку длительное время одним и тем же продуктом. Чем шире и разнообразнее состав рациона, тем больше витаминов и минералов получает собака на натуралке. Еду готовят только из доброкачественных и свежих продуктов. Еда обязательно должна быть слегка теплой, нельзя давать холодный или очень горячий корм. При кормлении рационами из натуральных продуктов добавление различных кормовых добавок обязательно. Они используются для сбалансированности рациона, повышения перевариваемости и усвоения рациона в целом. Способствуют профилактике различных нарушений здоровья вашей собаки. Но стоит помнить, что нет универсальной кормовой добавки для всех животных. Конечно, нюансов натурального питания для собак гораздо больше, и мы обязательно будем в них разбираться в наших роликах. А пока запомните эти принципы, и если хотите перевести свою собаку на натуральное питание, или уже кормите натуралкой, обязательно посмотрите наши ролики, где мы готовили натуральные рецепты. Все вокруг запотело, мне кажется, мясо с овощами уже готово, мы его выключаем. Ссылки в описании, как я и говорила, к этому видео внизу. Любите своих собак, и будет вам счастье. Я наелся. Я тоже. Буду бы каждый день снимать видео про разные рецепты, да, Софи? Да, было бы клево. Аж слюнки текут от этой мысли. Ты же наелся. А, да, точно. О, боже, Эйвен, ну что такое? Я просто забыл. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Ну что ж, праздник живота закончен. Спасибо всем за внимание. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok